В правительстве области наградили лучших предпринимателей региона. Эти люди приносят области более 3,5 миллиардов рублей налогов в год и дают более 160 тысяч рабочих мест. О трудовых буднях и наградах тех, кто решил стать хозяином своего дела, в сюжете Юлии Шишкиной. Летом одна стрижка, зимой другая стрижка. Сейчас вот жарко, поэтому вот так. Кардинально коротко. Постричь, помыть и высушить йоркширского терьера – это два часа работы. На больших самоедов и лайк уходит не менее шести. За день здесь стригут по 12-14 мохнатых клиентов в день. И когда мастера не успевают, в руки берет ножницы сама владелица салона по уходу за животными Марина Кольцова. Она открыла этот бизнес шесть лет назад. До этого много лет проработала инженером на САЗе. Но грянула первая волна экономического кризиса. Марина оглянулась вокруг и поняла – ниша индустрии красоты для животных почти не занята. Единственный салон был, но я бы не уходила своей собакой. У меня как бы много в голове вопрос созревало. Почему там нет вот этого, вот этого? То есть я бы сделала по-другому. Ну и поэтому уже как бы решил тоже открыть салон. Для этого поехала в Москву на три месяца на курсы грумеров. Выучилась. Людей, которые не побоялись начать свое дело, в Саратовской области немало. Более 270 предприятий среднего бизнеса, 31 тысяча малого, 55 тысяч ИП. Руководителей самых успешных и социально значимых компаний губернатор награждает дипломами и призами конкурса предприниматель Саратовской губернии 2014. Предприятие занимается производством полипропиленовых нитей. Продукция широко применяется в агропромышленном комплексе. За последние годы в сознании общества представитель бизнеса стал восприниматься как активный и неотъемлемый участник всех социально-экономических процессов. Бизнес пользуется уважением, поддержкой и доверием. Здесь представители бизнеса от промышленности общепита сферы бытовых услуг гостиничного дела. Когда Людмила Тукунова решила открыть в поселке Степное советского района парикмахерскую, она ни на какие гранты и поддержку не надеялась. За шесть лет отбила первоначальные кредиты и вышла на самоокупаемость. Женская стрижка у нее стоит 300-400 рублей. За неделю салон зарабатывает до 15 тысяч рублей. Если честно, так сказать, я работаю по 25 часов в сутки. Вот и все. Постоянно бывают какие-то и экономические, и политические взлеты, и падения. Но мы люди, мы должны жить, приспосабливаться к тем условиям, в которых мы живем. И тогда выживешь. Силу воли иметь. Это касается всех, кто сумел сохранить свой бизнес после декабрьского кризиса. В салоне Кольцовой цены не поднимали. Вымыть и посричь маленькую собаку по-прежнему стоит почти полторы тысячи рублей. Берут другим. Работают в праздники и выходные. Никому не отказывают. Много очень салонов. Стрягут только маленьких собачек. А мы всех стрижем. Начиная от черных терьеров и заканчивая кроликами даже. Сегодня у нас будет кролик на стрижку, да? Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.